Артур Рекхам – один из ведущих художников золотого века британской иллюстрации. Крупнейший английский художник-иллюстратор родился в Лондоне в семье чиновников. Он получил домашнее образование и окончил престижную художественную школу. С 18 лет он работал клерком, одновременно посещая вечернюю школу изящных искусств, а уже с 25 лет начал сотрудничать с крупными газетами. Еще через несколько лет получил первый заказ на книжную иллюстрацию для путеводителя по Америке. Короче говоря, становился известным мастером своего дела. Художник известен своим интересным к файл-клору, легендам и произведениям романтического периода. Его рисунки с отчетливым контуром передают атмосферу волшебного и нередко даже мрачного мира сказки. Рекхам проиллюстрировал практически всю классическую детскую литературу на английском языке. Он неоднократно доставился с золотых медалей на всемирных выставках, а в 1914 году прошла его персональная выставка в Лувре. Книжную графику первой половины XX века можно назвать эпохой Артура Рекхама. Рекхам стал автором иллюстрации к вышедшему сборнику сказок братьев Гримм. Работы имели такой невероятный успех у читателей, что книга переиздавалась несколько раз, и каждое новое издание выходило в новом оформлении и с новыми рисунками уже полюбившегося публики художника. Позже ему заказали иллюстрации к Алисе в стране чудес, и Рекхам создал цикл из 13 цветных и 16 черно-белых рисунков, в которых первым из художников отказался от предложенного викторианского образа Алисы, предложив современную на тот момент трактовку, соответствующую мировоззрению и мироощущению эпохи модерна. С выходом в свет Алисы пришло признание Рекхама одним из крупнейших мастеров золотого века английской графики. Артур Рекхам отстаивал высочайшее предназначение детской книги. Он считал, что для того, чтобы иллюстрации получились стоящими, художник должен чувствовать себя партнером, а не слугой. Иллюстрация может передать то, как художник видит идеи автора или его собственные независимые взгляды. Однако любая попытка превратить его в примитивное орудие в руках автора неизбежно приведет к провалу. Иллюстратору иногда приходится договаривать то, что не смог ясно выразить автор, а иногда даже исправлять его промахи. Иногда от него вовсе требуется добавить свежести, чтобы оживить читательский интерес. Но самая удивительная форма иллюстрирования – это когда художнику удается передать собственное восхищение и собственные эмоции от соответствующего отрывка текста. Рекхам в первую очередь был блестящим рисовальщиком. Он отдавал предпочтение прихотливо извивающимся линиям, изображающих переплетение ветвей, пенящиеся волны и человекообразные деревья. Он обладал прекрасной зрительской памятью. По основе всех его волшебных пейзажей лежат реальные картины – холмы и долины любимой Англии. А моделями для сказочных героев служили обычные дети. Мир стремительно менялся, становился все более рациональным, устремленным в будущее. Рекхам же, оставаясь романтиком, вновь и вновь взвал читателей оглянуться, вспомнить, сохранить веру в чудеса и почувствовать драгоценную значимость нереального мира фей и эльфов, мира детской фантазии. Его наследие продолжает вдохновлять художников, мультипликаторов, режиссеров и по сей день. Книги с его иллюстрациями завоевали сердца читателей не только в Великобритании, но и во всем западном мире. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова